всем привет сегодня у нас музыка такая не сказать чтобы духовная хотя она духовная на самом деле музыка которая выше небес или которая прямо с небес это джаз эта пластинка джона калтрейна love a supreme записана она за один день если мне память не изменяет 9 декабря 1964 года а вышел альбом 65 и судьба этого альбома удивительно для джазовых пластинок потому что она стала дико популярна и среди тех кто любит джаз и среди молодых хиппи и среди тех кто любит рок те кто любит beatles running stones и вообще музыку которая ближе к земле чем к небесам хотя альбом этот прямо с небес прямо с небес такая вот история джон калтрейн тенор-саксофон маккой таймер прекрасный музыкант фортепиано джимми гаррисон бас и элвин джонс ударные джон калтрейн как и большинство музыкантов играющих джаз играющих поп играющих рок начинал с музыки развлекательной как мы все знаем и в конце концов пришел к настоящему духовному озарению точнее озарение его посетила и то что он играл с середины условно говоря 60-х годов это абсолютно уже музыка космическая музыка осмысленная музыка серьезная музыка иногда трудная для восприятия хотя трудно для восприятия музыки как мне кажется не бывает это мое мнение если чего-то не понимаешь просто выключи и все и либо послушай через день через два через месяц через год либо вообще никогда не слушай никто же не заставляет этого делать музыка вся легкая для восприятия на самом деле просто нужно попасть в одну волну с ней или не попасть ничего страшного музыки очень много и в какую-то из волн ты обязательно попадешь ну начать можно с того что музыка здесь сама по себе очень красивая очень понятно что удивительно для поздних работ джона каутрейна она понятно всем абсолютно она невероятно качественно сыгранная невероятно здорово все звучит все точно все логично все нельзя сказать чтобы вымерено потому что наполовину здесь импровизационная музыка наполовину прописанная скажем так пластинка состоит из четырех частей первая часть называется акнолоджимент это признание и это самая знаменитая наверное часть которая вся покоится на рифе из четырех нот джон колтрейн даже поет здесь я не те нотки немножко взял неважно и вот этот риф развивается меняется затихает делается громче уходит вдаль потом проявляется снова музыканты включаются и обыгрывается этот риф абсолютно гипнотический абсолютный гипноз хотя вещь не очень длинная и переходит она в пьесу под названием resolution решимость где уже начинается что-то ближе к традиционному джазу играет колтрейн соло потом включается макой тайнер играет соло на фортепиано потрясающе совершенно как и как и все что сыграл тайнер на самом деле очень хорошая фортепианная история но моя любимая часть это пур шанс осуществление это начало второй стороны точнее половина второй стороны альбома пур шанс все четверо музыкантов здесь солирует по очереди начинается с барабанов элвина джонса замечательных потом чуть-чуть играет колтрейн включается макой тайнер с развернутом уже соло которое можно слушать переслушивать бесконечно он играет мелодии одноголосые потом двухголосые потом начинает играть аккордами его фирменная если так можно сказать фишка вот эти блок аккорды так называемые макой тайнера но потом включается колтрейн с потрясающим рвущим просто сознание соло выворачивающим развивающим от души от сердца от мозга от чего угодно и заканчивается контрабасом после чего начинается собственно то ради чего наверное весь альбом и создавался это псалм это медленная вещь с длинным и кажущимся простым соло колтрейна на саксофоне и она только кажется простым на самом деле в него входишь за ним начинаешь следовать и и погружаешься в какие-то совершенно другие миры как не банально или даже пошло это звучит даже если ты не любишь джаз ты за этим соло начинаешь следить уходить от него уходить уходить не от него уходить за ним от этого всего и совершенно странное ощущение возникает внутри доселе небывалое по крайней мере от музыки такого никогда еще не приходило как от соло в псалме здесь джона колтрейна пластинка настолько хороша что ее расхвалили все кто только можно может могут могли играли очень много и естественно концертные версии этой штуки существовали и существует вот например элок supreme джон джон колтрейн сиэтле это 65 год двойник вот такой с расширенным составом джон колтрейн саксофон естественно перкусси макой таймер здесь играет тоже на фортепиано джимми гаррисон бас элвин джонс ударные фараон сандерс присутствует на тенор саксофоне и перкуссии карлос вор ворд аль саксофон и дональд рафаэль джаред еще один бас здесь есть замечательный кусок где два контрабаса играют одновременно без никого просто вдвоем обыгрывают тему окно ладжемент вот этот это начало второй стороны но в целом альбом такой безумный такой яростный такой просто не похожая ни на что музыка совершенно но быстрая яркая разрывающая все шаблоны все все каноны любые и джаза и рока и классики и чего угодно такой музыки до 65 года не играли вот одно могу сказать послушайте вот эту штуку love supreme джон джон колтрейн в сиэтле 65 год двойник очень здорово и здесь у меня маленький произошел внутренний разрыв потому что если в оригинальном варианте мне больше нравится push once третья вещь то здесь наоборот resolution это вторая сторона первого первой пластинки вот там выкладываются все уже невероятно совершенно естественно в первую очередь колтрейн ну нельзя пройти мимо вот этого альбома который может быть нашим отечественным меломаном или любителям рока во всяком случае гораздо более известен чем оригинальный love supreme джона колтрейна сантана и маклафлин love devotion surrender 1973 год посвящение джону колтрейну здесь они играют окно лоджмент первым номером который называется лава supreme также они поют лава supreme лава supreme также играет этот риф а потом начинают уходить в свои фантастические по технике соло и джон маклафлин и карл сантана играет дуэт играют перекличку и все это невероятно здорово но больно уж чистенько больно как-то по европейски сыграно ближе к року на самом деле это это альбом он в тысячу раз ближе к року чем к джазу чем к оригинальной записи колтрейна но тем не менее он очень хорош на има следующая вещь это пьеса джона колтрейна которая записана им впервые в пятьдесят девятом году на альбоме giant steps в акустике она играется здесь the love divine пьеса маклафлина махадишну джона маклафлина которая сыграна мне кажется поинтереснее чем лава supreme здесь они на своих местах своих седлах на своих конях и играют уже настоящий такой отвязный совершенно фьюжн в две гитары на второй стороне let us go into house of the lord 16-минутное произведение как мне кажется лучшие на альбоме здесь это госпел старинный оригинал я не слышал его но здесь на двух аккордах идет абсолютно такое фьюжн джаз-рок развитие гитарно-перкуссионно-барабанная билли кабом здесь на ударных кстати играет и ларри янг на клавишных лари янг здесь дает космоса на органе полного с эффектами с лесли с фленджерами там с чем угодно все это вот так влетает билли кабом с дикой силой играет на ударных и маклафлин с сантаной естественно рвут просто на гитарах все что можно но на этом история не заканчивается потому что сантана с маклафлином сделали тоже концертную версию love supreme chicago 1973 год два двойника у меня один только есть двойник из этого набора но тем не менее они играют здесь и the love divine произведение маклафлина которая на love devotion surrender присутствует с большой яростью концертной надо сказать сказать еще побыстрее пожестче и по пороковее чем на студийном альбоме вторая стала сторона и love supreme это тот самый окно лоджимент на всю сторону сделан абсолютно импровизационно и изюминка этого альбома мне кажется вот к сожалению опять не love supreme и не the love divine the life divine господи боже мой оговорился а вещь которая находится на третьей стороне i'm aware of you вот здесь уже просто безумие те кто любит гитарный рок те кто любит даже металлический рок наверное получит большое удовольствие от вот этой пьесы i'm aware of you на целую сторону гитарные полеты гитарные пассажи просто у меня нет даже эпитета который можно подобрать к скорости с которой играют здесь два этих музыканта опять-таки били кабам на барабанах опять-таки я не помню ларри янг здесь играет мне уже это все в памяти стерлась хотя слушал недавно достаточно били кабама помню потому что спутать его невозможно он такие куски соло здесь играет что просто волосы дыбом встает хотя те кто видел били кабама в живую помнят что он никогда не делает широких взмахов руками он играет у него руки вообще вот так внизу все при этом звукоизвлечение такое пушечное такой звук нечеловеческий в общем очень советую погрузиться для начала в оригинальный материал колтрейна love supreme и потом постепенно уже если интересно если все-таки зациклены на рок-музыке они на джазе то вот этот альбом love devotion surrender ну и в интернете наверняка вы найдете вот этот концертный альбом чем вот здесь картинка которая вот здесь фотография на первой стороне она абсолютно не соответствует тому что вы услышите потому что здесь что здесь два приличных господина в белом сидят с гитарами на сцене и что-то такое явно медитативно играет ничего похожего на записи нет здесь ярость рок-гитарный рев ну вот может быть эта фотография ближе немножко нечеловеческие скоростные пассажи и все кто любит рок-гитаризм и джаз-гитаризм получит огромное удовольствие вот такая музыка это не просто музыка это не не та музыка которую называют приятный приятная эта музыка пола маккартни а эта музыка очень крутая очень глубокая очень внутренняя желаю вам получить удовольствие от этих пластинок и пойду пить как обычно спасибо до новых встреч пока